Приветствую вас, и к сожалению ваша подруга начинает считать, что вы хуже ее, ниже ее, и в связи с этого ведет себя немного с высока. В зависимости от всего она даже этого не осознает, не понимает, что вам обидно, не понимает, что немножечко задается, не понимает, что ведет себя несколько высокомерно и прочее. Ладно понятно, что социальный статус может влиять на человека, и влиять далеко не всегда положительно, не всегда позитивно, не всегда, так сказать, на пользу идет это изменение другим людям. И нет ничего страшного, если вы скажете о том, что вам не приятны некоторые моменты на рост. Наоборот, это будет проявлением ваших интересов, вашего характера, и если подруга относится к вам искренне, то она воспримет то, что вы скажете ей спокойно и поменяет свое отношение к вам. Если же нет, если чувство у нее к вам не осталось, и она с вами просто потому, что не желает терять человека, который может ее выслушать и помочь ей, то она ничего не сделает, не обратит внимания и продолжит, в принципе, с вами общаться и относиться к вам так. Но в этом случае вам нужно понимать, что это не дружба, это уже использование, и, соответственно, придется принимать решение относительно того, что делать дальше в данной ситуации, как себя вести и на что надеяться. Потому что дружба, что всегда два человека в данном случае отношения, судя по всему, тащите вы одна на себе, и это не есть хорошо. Поэтому попробуйте все-таки собраться силами и в мягкой, ненавязчивой, положительной форме скажите ей о том, что вам не нравятся некоторые аспекты ее отношения к вам. Но я уверен, что при положительном течении обстоятельств она вас услышит и сделает выводы. Не нужно давать себя в обиду, не нужно терпеть, это негативно влияет на вашу самооценку, на вашу гордость, на вашу уверенность в себе, что потом может породить некоторые проблемы в вашей жизни, хотя бы потому, что у вас, например, вот, ну, что вы зависите от подруги. Чтобы этого не было, все-таки нужно снять, наверное, поговорить, вам будет так проще. И можно еще проработать, что именно она, чем именно она задевает вас. Тогда можно было бы понять, почему вас это задевает. Потому что задевает нас обычно то, что кажется нам правдивым. И вместо того, чтобы обижаться на нее, чтобы переживать вот это неприятное, он может попробовать точно что-то изменить, чтобы слова не задевали. Если вам интересно данное направление, то пишите в личку, попробуем разобраться и вам помочь. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен.